всем привет меня зовут александр абролин и добро пожаловать на мой youtube канал посвященный фотографии и развитию фотографа это уже второй выпуск пока идем по плану давайте начнем это второй ролик он выступает продолжением первого который советую посмотреть ссылочка будет в описании так как к нему я буду очень часто ссылаться так вот если вы свадебный фотограф то вы должны понимать что до сезона осталось очень мало времени как правильно подготовиться к сезону первое что мы делаем мы правильно ставим цели по системе smart они я рассказывал в первом выпуске который настоятельно рекомендую посмотреть что у нас идет на втором месте второе место занимают ресурсы точнее их оценка мы должны оценить какие у нас сейчас есть ресурсы в распоряжении о чем я говорю я говорю о флешках о оформлении о вашей технике то есть обо всем что может вас подвести во время съемки либо после съемки так как профессия фотографа связана с техникой мы должны за ней следить и понимать в каком она находится состоянии что мы делаем для того чтобы оценить наш ресурс во первых мы все проверяем все проверяем на работоспособность банальные батарейки после года использования аккумуляторные я имею ввиду они могут выйти из строя вы должны все проанализировать что у вас в рабочем состоянии что у вас на издыхании что у вас уже сломалась и естественно задуматься о покупке если у вас все хорошо вы можете просто спланировать что вам нужно еще возможно дополнительные объективы штативы без разницы что это нужно будет вам вы сами думаю с этим определитесь по поводу оформления то есть все то что выдается клиенту допустим это флешка короб пакет без разницы у вас всего этого должно быть в количестве достаточном на сезон хотя бы на пол сезона потому что заказы уже начались заказы уже идут вы должны иметь некий запас этой продукции чтобы спокойно выдавать клиенту и не думать не заказывать дополнительно не увеличивать свои сроки обработки и выдачи материала это нужно чтобы вы спокойно работали и спокойно выдавали ваш материал вовремя срок второй наш ресурс это люди наши клиенты те с кем мы уже отработали это очень важный ресурс советую почитать вам книгу клиент на всю жизнь многие фотографы не выстраивают долгосрочных отношений с клиентом а зря давайте рассмотрим несколько простых инструментов которые помогут вам напомнить о себе вот вы отработали прошлый сезон прошлый год начали этот работать ним неважно без разницы у ребят через год будет годовщина свадьбы это отличный повод напомнить о себе вы можете взять телефон позвонить и просто поздравить людей во первых вам не трудно во вторых людям будет приятно я не говорю за всякие праздники типа день рождения 8 марта 23 февраля но и тут банально можно сделать какую-нибудь фотографию какую-то открытку разослать в соцсети например новый год мы разослали всем своим клиентам новогодние поздравления и это не для того чтобы там как-то увеличить конверсию но она сама под собой это подразумевает но это банально человеческие отношения мне например приятно когда меня поздравляют с автоцентра в котором я купил машину поздравляю с днем рождения это очень здорово повышается лояльность клиента это нормально так нужно работать со своими клиентами так вот что мы делаем мы отмечаем всех у кого будет годовщина в ближайшее время ставим напоминание чтобы позвонить и поздравить людей тем самым вы напомните о себе потому что помимо свадьбы у людей есть рождение первенца это сразу же идет в ожидании чуда также корпоративы юбилеи юбилеи семейные корпоративы рабочие да но люди которые обращались к вам за свадебной фотографией они также вас посоветуют и на работе что есть фотограф который отлично снимает и сможет нам отснять корпоратив я таким образом получаю заказы постоянно и это ну за этим нужно следить потому что свадебный фотограф это часть одного большого семейного фотографа который будет сопровождать семью и освещать все их праздники и мероприятия и людям удобнее работать с одним человеком потому что вас знают вы знаете всем удобно и комфортно поэтому следите за этим пункт 3 обучению мы продолжаем обучать себя саморазвиваться опять же youtube насмотренность книги все что было в первом ролике вам в помощь потому что быть самым крутым просто невозможно всегда можно учиться чему-то новому но помимо обучения техники съемки я вам еще рекомендую заняться вопросами работы с клиентом то есть эта психология техника продаж и обязательно обязательно займитесь своим развитием как свадебного специалиста вы должны понимать что происходит в индустрии что для этого нужно сделать все очень просто во первых вы должны понимать что сейчас в тренде в тренде как в европе так и в россии есть куча журналов свадебных вот точно могу сказать берете wedding журнал свадебный wedding называется берете его читаете там есть во первых тренды которые будут в этом сезоне оформление платья ну то есть все что связано со свадебной модой вдобавок ко всему там фотографии крутых фотографов с указанием кто это вы можете банально посмотрели на фотографию она вам понравилось посмотрели кто фотограф пошли к нему на страницу в портфолио и вот она ваша насмотренность там хорошая верстка нормальные статьи очень понятные все здорово и круто вы должны быть в теме индустрии тогда вы будете специалистом вы не должны пугаться когда вам говорят что у ребят свадьба в стиле рустик навстречу я всегда спрашиваю стилистику свадьбы платья невесты и я понимаю мы говорим на одном языке это нормально я сразу начинаю продумывать локации допустим если это рустик я понимаю какие локации будут какое будет оформление что за платье меня не вызывает никаких сомнений что это с чем это едят я знаю что это и так проще вот если вы не знаете и вам сказали вот тут вот главное не сплоховать просто хотя бы угукните типа окей я вас понял а потом уже загуглите и посмотрите но для свадебного фотографа это очень важно вы должны понимать какие платья бывают по виду по типу и естественно должны разбираться разбираться в оформлении это минимум тех знаний которые вам помогут помимо свадебных журналов и интернета который вам в помощь вы должны еще общаться со своими коллегами в городе то есть но реально есть оформитель есть ведущие общайтесь с ними спрашивайте узнавайте какие тренды что у них готовится на сезон но не делайте это как выпытыванием информации вы просто коллеги вы узнаете что вообще происходит в свадебной индустрии именно в вашем городе потому что все тренды о которых я говорил они конечно есть но до провинции они доходят с некоторым опозданием либо наоборот у кого-то появилась сразу там в москве и сразу же бам еще в каком-то городе здорово здесь уже зависит от вашей локации поэтому анализируйте что происходит с рынком конкретно в вашем регионе в вашем городе следующий пункт это портфолио мы должны проанализировать наше нынешнее портфолио и определиться устраивает она нас или нет если она нас устраивает все замечательно мы готовы к сезону портфолио мы не трогаем если она нас не устраивает как можно исправить эту ситуацию вы уже работали на свадьбах у вас есть контакты ребят вы выбираете ребят прозваниваете узнаете если желание пофотографироваться просто так бесплатно безвозмездно но на локациях которые выберете вы и в свадебных костюмах многие конечно продают свадебные платья но есть те которые их оставляют и вот у вас есть первая возможность переделать ваше портфолио с вашими же ребятами что еще касается портфолио снимайте сериями ищите вау кадры то есть не только классику но и кадры которые заставляют остановиться и задуматься если у вас в портфолио будет сбалансировано в нем будут серии и интересные кадры это портфолио будет вас продавать следующий пункт создание имиджа на самом деле он уже должен быть если его нет то поспешите что входит в этот пункт в этот пункт входит все начиная от вашего внешнего вида заканчивая материалом который вы отдаете ваш клиент должен четко понимать что он увидит на свадьбе и какой результат вы ему отдадите в каком виде все сто раз поднимали тему внешнего вида фотографа и читаю комментарии обсуждения смотрю ролики и все равно есть люди которые лазают по деревьям купаются в болотах и считают что спортивка и кроссовки это то что нужно мы же фотографы мы не на показе мод и бла 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 чё серьезно ну блин сколько раз можно говорить об этом на вас висит техники на пол миллиона вы одеваетесь как бомж это вообще не серьезно если в округе нет деревьев что вы будете делать вы в поле куда вы полезете ляжете на землю я не знаю найдете грязь блин ну работаю в рубашке в брюках в туфлях делаю и верхние кадры с верхних точек и с нижних точек нету никаких проблем я приезжаю на банкет меняю рубашку и иду работать нет никаких проблем нету болот в округе я не знаю искренне не понимаю и вообще вот к вопросу внешнего вида касательно видел очень часто ребята фотограф в зеленой футболке ядерная зеленая футболка делает портреты невесте внимание какого цвета рефлексы на лице будут у невесты ну вы думаете это же просто физика свет отражается вы не можете носить ничего яркое во первых вы выделяетесь среди гостей во вторых вот эти вот девильные кислотные зеленые розовые синие футболки они отражают свет и люди становятся с зелеными шреками но этот пипец просто какой-то ладно что-то я тут разбомбился если вы по-прежнему считаете что для фотографа главное чтобы было удобно пишите в комментарии потому что я коллекционирую вот это вот деревья болота и всякое такое пишите в комментарии самые зачетные я прочту покажу чтобы люди поняли что не должен выглядеть фотограф нормально он должен прям выделяться что он пришел на работу в робе должен быть я не знаю короче пишите в комментарии а то я сейчас тут буду продолжать бомбить пишите продолжаем тему выдачи материала сегодня красиво оформленный флеш накопитель и короб это норма не привилегия не давайте черные флешки и просто диски с фотографиями это ужасно не стоит так делать вам нужно запустить правильный сарафан правильный сарафан вы сможете запустить только обращая внимание на мелочи если вы будете правильно оформлять свои работы это даст свои плоды у людей будет оставаться приятное послевкусие от проделанной вами работы чуть не забыл в тему о создании имиджа не делайте сами себе логотипы ну если вы конечно дизайнер то наверное да стоит попробовать но я работал в дизайне и когда делал себе логотип я вот буквально за два вечера понял что нет не стоит просто получается какая-то фигня я не пожадничал отдал деньги нормальному дизайнеру который в этой сфере и по сей день работает мне сделали логотип и все не жалеете денег на логотип это трата единоразовая потом вы его можете лепить куда угодно на флешки на диски на пакеты видео на сайт это очень важно чтобы у вас был нормальный логотип один раз заплатите он у вас будет и будете им пользоваться вот прям вообще всегда везде и это будет выглядеть достойно они сами фотошопе вечером что-то пробовали сделать следующая тема это продвижение о продвижении говорил в первом ролике но очень сложно говорить о площадках в рамках одной подтемы ролика для этого нужно делать все-таки отдельный выпуск мы его конечно же сделаем но сейчас давайте поговорим о сайте сайт уже должен быть если вы фотографируете не первый сезон для чего во первых это имиджевая составляющая у вас он должен быть во вторых это качество изображений потому что и вк и инста они жмут фотографии на сайте они у вас будут в полном размере и по цветам будут те которые вы делаете изначально у себя дома на мониторе также обратите внимание на структуру вашего сайта он должен быть простой чтобы пользователь в нем не путался и находил нужную информацию всего за три клика построить сайт это конечно хорошо но это всего пол дела нужно его также оптимизировать и продвинуть здесь вам в помощь seo разработчики он должен хорошо индексироваться также разделы сайта должны обновляться тогда он будет ранжироваться помните об этом вам нужен контент как графические фотографии так и текстовый пока не забыл что может еще вам помочь подготовки к сезонам пока есть время поищите новые локации которые находятся недалеко от тех с которыми вы привыкли работать это будет вашим конкурентным преимуществом люди будут понимать что если хотят фотографии не как у всех то нужно обращаться к вам и напоследок еще инструмент который поможет вам вести аналитику и статистику вашей работы заведите экселевский файл в котором будут графы такие как название съемки дата съемки стоимость съемки и канал связи откуда вас узнали введите ее постоянно вы можете добавлять убирать графы те которые вам нужны и так далее но главное ее вести тогда вы будете понимать с какого ресурса больше всего идет конверсия эта таблица также поможет вам посмотреть насколько близки вы к своей цели откуда получаете заказы сколько заработали и укладываетесь в свой тайминг либо нет и так что нам нужно для того чтобы правильно подготовиться к сезону во первых грамотная постановка цели во вторых оценка собственного ресурса в третьих продолжать обучаться в четвертых создать в портфолио либо его доработать это это грамотное продвижение и шестое это создание собственного стиля ну а на этом пока все ставьте лайк подписывайтесь не забывайте задавать свои вопросы в комментариях до скорых встреч надеюсь вам понравилось пока пока